В Украине резко вырос уровень безработицы. Нехватка кадров достигла 35%. Об этом сообщает Национальный банк страны. Ситуация привела к увеличению долга по оплате коммунальных услуг. Подробнее в материале. Уровень безработицы в Украине вырос до 35%. Мотивом послужили военные действия на территории страны. Значительная часть украинцев потеряла работу в результате глубокого спада экономической активности и миграции. В прошлом году в стране зарегистрировали полтора миллиона безработных. В этом же их число составило около пяти миллионов. Следует из отчета Национального банка. Многие бизнесы, да, они вынуждены были закрыться. Кто-то финансово не потянул, кто-то потерял своих сотрудников, которые уехали за границу. И есть люди, которые не планируют возвращаться, потому что они не знают, как будет завтра. У каждого свой уровень тревожности. Кто-то не может в условиях тех же самых воздушных тревог работать и чувствовать себя комфортно в безопасности для того, чтобы здесь жить и работать. Инфляция в 30%, резкое сокращение социальных выплат, массовая безработица и девальвация сказались на уровне жизни граждан. Задолженность киевлян продолжает расти. Сегодня некоторые, даже имеющие доход семьи, не оплачивают вовремя по счету за коммунальные услуги. Жалуются общественные деятели Александр Полищук. В одной из моих обязанностей входит как раз контролировать начисление и оплаты населением коммунальных послуг и услуг по обслуживанию дома. И так или иначе, даже люди с их достатком вынуждены придержать деньги, не спешить платить наперед. И даже оплачиваются в прошлый месяц, потому что не знают, как это будет. Приходится разговаривать непосредственно с каждым инфляционным, объясняя о необходимости и готовности дома к отопительным сезонам. Так, столичные жители задолжали 150 миллионов долларов за услуги горячего водоснабжения и отопления. Эта сумма на 32% выше. Киевтеплоэнерго призывает горожан погасить задолженность. В случае неуплаты зимой они рискуют остаться без отопления.